Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на онлайн-лекции Фонда имени Миклуха Маклая. Меня зовут Артём Гарин и я являюсь представителем Молодёжного экспертного совета Фонда имени Миклуха Маклая. Сегодня мы с вами поговорим о кругосветных экспедициях и приключениях в океане Василия Михайловича Головнина, одного из наиболее выдающихся кругосветных мореплавателей и учёных 19 века, чьи исследования имеют огромную научную ценность и по сей день. Лекция организована в рамках образовательно-просветительского проекта «Россия, океане 19 и 21 века» при поддержке Фонда президентских грантов. Прежде чем мы с вами поговорим о кругосветных путешествиях Василия Михайловича Головнина, нам необходимо разобраться, что из себя представляет океанийский регион. Океания – это уникальный регион в южной части Тихого океана, где располагается более 25 тысяч островов общей площадью более 8 миллионов квадратных километров. И несмотря на то, что изначально масштабы океаний нам могут показаться сравнительно небольшими, сам регион, как мы видим, простирается от берегов Австралии до южноамериканского континента. Говоря о самих масштабах региона и для более детального его представления, нам важно отметить, что самое крупное государство океании – Папуа-Новая Гвинея сопоставимо по своим размерам с Германией. В океане расположено 13 независимых государств, куда также входят Папуа-Новая Гвинея, Вануату, Соломоновы острова и примерно столько же самоуправляющихся территорий, которые принадлежат Австралии, Новой Зеландии, Франции или Соединенным Штатам. Считается, что еще 60 тысяч лет назад острова океании практически не были заселены, но ученые сходятся во мнении, что происхождение океанийских народов берет свое начало из Юго-Восточной Азии. Саму океанию принято делить на три историко-культурных ареала – Меланезию, Микронезию и Полинезию, как мы опять же видим на данном слайде, Меланезию населяют 11 миллионов человек и в ней располагается Папуа-Новая Гвинея. В Полинезии проживают 700 тысяч человек, а в Микронезии около 500 тысяч человек. И, кстати говоря, в Микронезии расположено и самое маленькое государство региона, которое называется Науру. Оно простирается на 17 километров в длину и 15 километров в ширину, а ее население составляет около 10 тысяч человек. Говоря о первой экспедиции Василия Михайловича Головнина 1807-1809 годов, то ее целью было исследование малоизвестных островов между северо-восточным побережьем Азии и северо-западным побережьем Северной Америки. Также важно отметить, что в этот период наполеоновские войны дестабилизировали обстановку не только на суше, но и в самом океане. Шлюп Диана под командованием Головнина вышел из Кронштадта летом 1807 года и поначалу ничего не предвещало беды. В декабре Василия Михайловича тепло встретили в Бразилии и, согласно первоначальному плану, экспедиция должна была следовать на Дальний Восток, обогнув мыс Горн, куда экспедиция прибыла в феврале 1808 года, но в течение довольно долгого времени российские моряки действительно отчаянно боролись со штормами, среди членов команды было много больных, поэтому Василий Михайлович решил пойти иным и менее безопасным, так скажем, путем через мыс Доброй Надежды. Здесь важно отметить, что Тильзийский договор между Российской империей и Францией нанес урон российско-британским отношениям в результате чего англичане просто проигнорировали пропускные документы Головнина о плавании шлюпы Диана с научными целями. В апреле 1808 года Диана вошла в бухту Саймонстаун в Южной Африке, которая тогда также находилась во владении Великобританией. Вместо дружественного приема англичане наложили арест на российское судно, а на протест Головнина на законном задержании они заявили, что российские моряки не получат разрешение на выход до получения специального указания от британского правительства, которого впоследствии не было долгие месяцы. За время пребывания в Южной Африке Головнин познакомился с сыном вождя новозеландского племени Нгапухи, которого звали Матара, и ему было 18 лет. Капитан российского судна и новозеландец хорошо владели английским языком, в принципе, поэтому могли вести довольно долгие беседы. Василий Михайлович пригласил Матару на обед на борту Дианы, где также было несколько книг о Новой Зеландии, и Матара внес в них ряд корректировок, а также поведал о некоторых неточностях в изображениях Мауи. В то время, как запасы провизии на шлюпу Дианы подходили к концу, командующий английский эскадрой отказался снабжать российских моряков провизией, и вместо этого Головнину предложили сделку. То есть, в обмен на продовольствие они должны были заняться ремонтом британских кораблей. И такое унизительное предложение было, разумеется, решительно отвергнуто, и Головнин решил вырваться из плена. И вот в мае 1809 года, воспользовавшись свежей погодой, которая усыпила бдительность сторожевых английских кораблей, российский шлюп с наступлением сумерек быстро вышел в открытое море. Идя прямо на восток, Головнин прошел от берега острова Тасмания, располагающегося южнее Австралии, и направился к архипелагу Вануату, где в июле 1809 года российская экспедиция достигла острова Танг. Сам остров был сплошь покрыт густыми джунглями, а иногда, как даже пишут участники экспедиции, слышался вулканический грохот. Спустя некоторое время российские моряки увидели и коной с двумя местными жителями, которые, как отмечает Головнин, держали в руках зеленую ветвь, которая была обыкновенным мирным признаком между жителями островов Тихого океана. Штурман Дианы Хлебников преподнес островитянам несколько подарков, за что они впоследствии отблагодарили его тринадцатью кокосами. Во время высадки на берегу острова Танна экипаж русской кругосветной экспедиции уже встречали при радостных граммогласных криках великого множества островитян, местный вождь по имени Гунама показал российским морякам и сам остров, а также познакомил их со своими сыновьями по имени Ята и Кади. Согласно записям Головнина, жители острова были весьма дружелюбны между собой. Они всегда ходили партиями, как он пишет, обнявшись, сели и схватившись друг друга за руку. Когда один из островитян делал и что-нибудь и просил помощи других, то они охотно ему помогали. Головнин оставил обстоятельное описание острова Танна, например, оружие местных жителей, в которое входили деревянные копья, стрелы, дубинки, а также описание украшений и каноэ островитян. Будучи опытным лингвистом, Головнин также составил список из местных слов, которые и по сей день имеют крайне ценное этнологическое значение. Например, слово Араману означает вождь или начальник, слово Ивау означает радость и удивление, слово Буга означает свинью, а Ньюи – кокосовые орехи. Экспедиция покинула остров Танна в конце июля 1809 года и взяла курс на Камчатку, куда прибыла в сентябре того же года. В 1810 году Диана совершила плавание к острову Кадьяк, который располагается близ южного побережья Аляски и, доставив туда с Камчатки хлеб, в 1811 году направилась для описи Курильских и Шантарских островов, а также Татарского пролива. На острове Кунашир, входящем в группу островов Курильской Гриды, Головнина вместе с двумя офицерами, четырьмя матросами и одним местным переводчиком захватили в плен японцы. Из плена он освободился спустя два года в 1813 году, а до Петербурга добрался через Сибирь в 1814. Важно отметить, что Василию Михайловичу Головнину все равно удалось собрать ценные сведения о состоянии российско-американской компании и оставить ценные записки о приключениях в плену у японцев. Во время своего первого кругосветного плавания или пребывания в океане Головнин сделал множество ценных наблюдений, а также собрал действительно богатый этнографический материал по быту, обычаям, а также материальной культуре жителей острова Танна, которые тогда еще были слабо затронуты влиянием западной цивилизации. Три года спустя Василий Михайлович Головнин отправился в свое второе кругосветное плавание, но уже на шлюпе Камчатка. Это плавание продолжалось с 1817 по 1819 годы, и в принципе перед экспедицией было поставлено множество задач, в том числе доставка грузов и запасов продовольствия в порты Петропавловска и Охотска, а также исследования Русской Америки с целью последующего уточнения морских карт. В августе 1817 года шлюп Камчатка вышел с Кронштадта, после чего успешно достиг Рио-де-Жанейро и, обогнув мыс Горн, прошел вдоль западного побережья Южной Америки и взял курс на Камчатку, Алиутские острова и остров Кадьяк. Затем экспедиция двинулась вдоль северо-западного побережья Северной Америки в Калифорнию, где Василий Михайлович подробно описал местное население, природные богатства и климаты этого региона, а также охарактеризовал местных жителей как талантливых и мастеровитых людей. От берегов Северной Америки Василий Михайлович направился к Гавайским островам, куда экспедиция прибыла осенью, а если быть точным, в октябре 1818 года. Будучи на острове Аху, российских моряков принял король Гавайев Камиамия I, за время правления которого гавайцы стали искусными торговцами. У гавайского короля даже было несколько служащих, которые знали английский язык, а их задачей был сбор сведений о прибывающих судах, например, о цели прибытия Грузии и количестве моряков. Основной продукцией гавайских островов были два весьма крепких красивых дерева. Первое было столь же хорошо, как пишет главнин, как настоящее сандаловое дерево или красное дерево, а другое так черное и твердо, как и беновое. Из этих деревьев местные жители делали свои булавы, копии, стрелы, а для изготовления каноэ, военных каноэ, даже канонерских лодок по европейскому образцу островитяне также использовали твердую древесину. По свидетельствам капитана Камчатки, военные каноэ на Гавайских островах были обычно около 16 метров в длину. Описывая гавайских вождей, главнин отмечает, что они тщательно отслеживали свои родословные и прослеживали происхождение каждой семьи. Система родства на острове понималась далеко не всеми европейцами и более того, со временем местные вожди начинали перенимать европейские обычаи. Например, они пили чай дважды в день, обычно утром, а потом ближе к вечеру, а некоторые блюда для них готовились вареными или жареными. Покидая Гавайские берега, Василий Михайлович согласился взять на борт Камчатки 25-летнего гавайца, которого звали Лаури, и впоследствии он получил имя Терензий, а взяли его в плавание вплоть до самого Санкт-Петербурга. Как отмечал сам Головнин, этот гавайец имеет веселый нрав и доброе сердце и от природы действительно очень смышлен и переимчив. Лаури провел некоторое время в Петербурге, где жил у Семеновского моста и даже увидел настоящую русскую зиму. При отправлении Лаури из Санкт-Петербурга Василий Михайлович Головнин находился в Рязани, а Лаури часто приходил к офицерам и спрашивал все-таки, когда вернется Василий Михайлович. Сперва он думал, что они снова отправятся в плавание на том же корабле к Гавайским островам и возьмут его с собой, но потом, когда он узнал, что ему придется плыть на другом судне и с другими людьми, которых он не знал, Лаури чрезвычайно огорчился, плакал и даже был готов навсегда остаться в России. Но так или иначе Лаури или Терентий возвратился на Гавайские острова и высоко оценил жизнь в России. Ну и затем от Гавайских островов шлюп Камчатка направился к острову Гуам в Марианском архипелаге. И, кстати, Головнина точнил положение этого острова и он оказался почти на 100 километров западнее, чем полагали английские картографы. И затем от Марианских островов экспедиция взяла курс на Манилу или Филиппины, а оттуда через Индийский и Атлантический океаны прибыла в Кронштадт в сентябре 1819 года. Ну и сама экспедиция на шлюпе Камчатка имела огромные научные значения. Особенно велики заслуги Головнина в области картографии мирового океана. И Головнин справедливо считал, что карты, которые предназначались для практического руководства мореплавателям, должны быть особенно точны, так как малейшая погрешность может действительно повлечь с собой большую опасность для мореплавателей. Большое научное значение имеют и метеорологические наблюдения на шлюпе Камчатка, а свидетельство Василия Михайловича Головнина о Гавайских островах считается одним из наиболее ценных этнографических источников своего времени. Дорогие друзья, на этом наша лекция подошла к концу. Благодарим вас за просмотр, надеемся, вы действительно узнали для себя что-нибудь новое. Ждем Ваших вопросов в комментариях и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok